Хорошо, я назвал тему проповеди «Что такое Евангелие?». В принципе, как бы просто, да? Ну, что такое Евангелие? Евангелие – это благая весть, а благая весть – это Евангелие и так далее и тому подобное. Я бы хотел поговорить, что такое Евангелие для неверующих людей и что такое Евангелие для верующих людей. Поэтому термин вообще этого слова, он употребляется в двух евангелистах, то есть это от Матфея и от Марка, все мы читаем, да, Библию мы все считаем, правильно? Но я в этом уверен. Там написано «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всему творению». То есть все, что имеет, ну, тут больше сказано о людях, вот хотя написано, что все творение ожидает, да, все творение ожидает, ну, освобождение, да, которое сыны провозгласят или Господь провозгласит. То есть она стинается и мучается, ожидая, что что-то изменится в этом мире. Не только люди, но и все, наверное, живое. Поэтому это греческое слово «Евангелие» – благая весть. И еще интересно, что здесь такой корень есть, означает, что награда гонцу за тому, кто несет Евангелие. То есть если мы несем Евангелие, то это награда. Поэтому можете вступать добровольно в клуб веселых и находчивых евангелистов и проповедовать Евангелие. Пусть Господь вас благословит. Хорошо, друзья, я хочу поговорить, знаете, есть библейская Евангелие, а есть мотивационная такая речь. Оно как бы неплохо звучит, как бы такая мотивация, что там, знаете, такие лозунги, да, «Приди к Богу, у тебя все изменится». Ну, есть такое, да? «Приди, у тебя абсолютно все поменяется». Ну, где-то это как бы, ну, как бы правда. Но вы знаете, есть люди, которые не хотят ничего менять в своей жизни. Вы таких людей встречали? «Мне нравится, что я неплохо живу, я имею вот это, вот это и вот это. Что, в принципе, мне менять? У меня как бы все хорошо в жизни». Что именно изменится в жизни человека? Ну, то есть тоже как бы, ну, непонятно. Может, человек думает, что он хочет там заработать миллион, и у него это все быстренько и все изменится. Бог ответит на все твои вопросы. «Приди к Богу, Бог просто все тебе ответит, покажет, расставит, объяснит, прожует, вложит, и все будет хорошо». Но вы знаете, интересный момент, а почему Бог должен отвечать на все наши вопросы? Есть вопросы, которые вообще бессмысленные или глупые, правильно? Ну, есть много вопросов, которые, ну, есть, конечно, может быть, и нормальные вопросы, но есть, которые, вы знаете, Бог, Он и не ответит. Вы знаете, у меня до сих пор есть вопросы к Богу. Вот серьезно, я 28 лет в Господе, скоро будет 29. У меня до сих пор есть вопросы к Богу. Ну, конечно, есть некоторые какие-то предположения, но есть вопросы, на которых вообще нет предположений. Думаешь, Боже, не понимаю. Знаете, где-то лет, скажем так, 25 назад я знал ответы на все вопросы. Я закончил библейскую школу, миссионерскую, и у меня просто, мне задавали вопросы, я уже знал ответ. Вот, но, знаете, чем ты старше становишься, тем как-то так странно, да, потому что, вроде, должен больше что-то знать. Не, ну, конечно, что-то ты больше знаешь. Вот, но на протяжении жизни возникают вопросы, на которых ты не можешь, как бы, ответить на них. Ну, просто, ну, почему, ну, вроде вот все правильно, все хорошо, все как-то так, все культурно красиво, все, ну, вот, и ты видишь совсем другие ситуации. Это я только за себя говорю, друзья, ну, может, меня поддержать, я не знаю. Да, я такой, наверное, просто грешный среди вас, не знающий. Но мне очень приятно находиться в собрании верующих людей, святых, непорочных. Вот, поэтому у меня, как-то меня, знаете, это освещает немножко. Поэтому, слава Богу. Вы знаете, что у апостола Павла тоже были вопросы? Да, у него был вопрос, Господи, доколе меня будет мучивать эта жалоба плоти? Это вопрос к Богу? Может, молитва, вопрос к Богу? Я не могу нормально проповедовать. Вот только начинаю я, вот, дух сходит, начинаю что-то говорить, и тут раз меня подкосило, что-то еще там, или какие-то, ну, потому что, как бы, теологи больше утверждают, что это какая-то была болезнь, или хотя некоторые говорят, что это не связано было с болезнью. Ну, есть, как бы, несколько версий, но я все-таки придерживаюсь, ну, потому что большинство богословов говорит, что это, в принципе, была какая-то телесная болезнь. И вот, как только я проповедую, как только я хочу что-то такое донести, и тут раз что-то происходит, случается и так далее, и у него вопрос, Боже, ну, избавь меня, он три раза, я думаю, что если бы мы были на месте апостола Павла, мы уже на 33 раза попросили бы у Бога, но мы же, как бы, больше такие верующие. Но что Господь ответил Равшаулю апостолу Павлу? Довольно для тебя благодати моей. В принципе, он, как бы, не ответил на его вопрос, я думаю, что у апостола Павла говорит, ну, я, как бы, тебя не это просил, хотя уже ладно. Знаете, помните, в прошлую проповедь Рэббонаш проповедовал такое высказывание там, да, одного учителя, и вот одно высказывание, да, вера не всегда избавляет нас от проблемы, но вера помогает нам справиться с ней. И я еще чуть добавил, или посмотреть на нее по-другому. Да, иногда, или, может, часто проблемы, мы должны молиться, не то, что я там, знаете, вас отговариваю, нет, иногда проблема, она просто уходит, и я этому свидетель, вы этому свидетель, но есть моменты в жизни, когда мы что-то делаем и просим, знаете, когда общаюсь с людьми, знаете, кто такие атеисты? Атеисты – это бывшие верующие люди. Такие, ну, я скажу серьезно, у меня есть человек, который, я говорю, почему ты атеист? Это потому что, говорит, я просил Бога об одном каком-то деле, он там просил за исцеление своего сына, Бог не дал исцеление, и он просто разочаровался и ушел. Поэтому, знаете, есть моменты, когда мы должны все-таки правильно, есть библейское послание, понимать, что вера, она может нас не избавить от проблемы, но даст нам силы исправиться или посмотреть немножко с другим углом. Все равно в итоге мы избавимся от проблем, в конце концов, правильно? Придет время, когда у нас никаких проблем, все будет хорошо, будем как ангелы на небесах парить и так далее. И, конечно, чем дальше мы с Господом, тем возникают сопутствующие вопросы. И бывает, приходят мысли, Господь, ты есть или нет? Возможно, эти вопросы на определенные ситуации или обстоятельства в нашей жизни. Иногда мы думаем, что вот мы что-то наделали плохого, приходят проблемы. Ну, иногда бывает приходят, но, слушайте, не всегда. Знаете, я помню, один брат тоже, мы как-то общались, если я чихнул один раз, все, у тебя проблема, надо за тебя молиться за освобождение, кашлянулся, что-то еще. То есть, ну, как бы есть такие перекосы. Не всегда то, что мы делаем, из-за того, что мы делаем, приходят какие-то проблемы или, не знаю, какие-то необдуманные, скороспешные решения, действия. Вот. Но мы часто совершаем ошибки. Днем, может, ночью нет, но бывает. Каждый день мы совершаем. Кто не совершает ошибки, ну, поднимите руку. Можете так просто не поднимать, чтобы сосед не видел. Он не будет с вами разговаривать. Ну, тот, кто более святее чуть-чуть. Я знаю, что мы совершаем ошибки. Где-то в слове, где-то в мыслях, там, не дай бог, в каком-то даже поступке или действии. Ну, я как бы не, я хочу, я опять, я не буду заставить внимание на ошибках. Это, как скажем так, нормально в какой-то степени, потому что мы все люди. Вот. И вопрос, и что, все наши ошибки, на все наши ошибки приходят наказания? Я не думаю. Я думаю, что если бы, знаете, на все наши ошибки и какие-то промахи приходило бы наказание, то не было бы живого места на нашем теле. Хотя иногда некоторые, да, вот этот, помните, да, история об Иове, который говорил, да, вот чего я боялся, того мне и постигло. Вы знаете, на этом основании не стоит строить богословские учения. почему одно из, потому что это сказал Иов, это не сказал Бог. Иногда некоторые строят, вот вы боитесь, да, вот бывает, не знаю, если бы приходило бы наказание на всякий, вот вы забоялись, пришло наказание. Я переживаю. Ну, за это, за это, за это, за многие вещи я переживаю. Так что, теперь должно прийти наказание за то, что я переживаю. Понятно, что мы не должны, как бы, ну, в контексте, как бы, Писания, именно иметь там, ну, как бы, страх, там, это несовершенненный в любви и так далее. Но в каких-то моментах мы где-то переживаем. Знаете, когда мы едем с командой в Херсон, скажу честно, я переживаю. Ну, я понимаю, куда мы едем. Конечно, мы верим в Бога, я молюсь перед этим, Господи, чтобы, я верю, что Господь, Он моя защита, я в это верю. Но в любом случае, какая-то часть переживания есть. Особенно, когда мы приезжаем и начинаются обстрелы и так далее, то есть мы где-то переживаем. И вы думаете, что солдаты там на передоне переживают, тоже переживают. Поэтому строить на отрезке маленьком таком логотипчике на Иове, то есть не стоит, это неправильно. так же мы говорим, да, приди к Богу, Он решит все твои финансовые вопросы. Сейчас я вас заведу, то, ну, Боже, а что ж туда вообще мы тут делаем? Что ж туда мы тут делаем? Знаете, я недавно в Фейсбуке увидел пост, уже позже в Инстаграме, там один брат всегда выкладывает посты о том, что к нему текут деньги, миллионы текут. Только единственное нажми на кнопку и просто они к тебе насыпятся. Знаете, как в этой песне, нажми на кнопку и получишь результат, и твоя мечта осуществится. Вот я, видите, тоже чуть-чуть запел. Игорь, видите, подействовала твоя песня. Вы знаете, ну никак они, я не думаю, что они прям уже приплыли, как бы, знаете это. Я думаю, что если вы хотите их нормально зарабатывать, читайте книги по финансовой грамотности, общайтесь с людьми, которые это делали, это все-таки будет лучше, это будет превосходнейший путь, чем какие-то посты там от кого-то присылать, смотреть, там деньги текут, там прямо капают тебя в карманы, ты уже миллионер, миллиардер и так далее. Ну я скажу честно, извините, но это глупость какая-то. Ну если у вас там не знаю, какая-то особая вера в Бога, но я как бы такими, я деньги находил, я находил деньги, было такое. Вот, но я думаю, что все-таки стоит читать литературу о финансовой грамотности и как бы нормально, и разбираться, куда вкладывать и откуда быстро вытягивать, потому что можно что-то можно потерять. Какие еще моменты? А, забыл, еще моменты, да, может Господь решит все твое семейное, Он даст тебе жену-красавицу, Он даст тебе там все будет хорошо, все будет прекрасно. Знаете, иногда я разговаривал там с одними ребятами и проповеду, ну ты как рассказывал, да, и они говорят, ну мы придем к тебе в общину, если там вообще не есть красивые девочки. Я говорю, вы знаете, есть, но также есть и красивые мальчики, которые могут и в глаз дать, если вы будете приставать красивым. ну как же, Евангелие не должно быть, ну, и вы знаете, это вот советская система немножко испортила верующих, то есть ты должен быть ниже травы, тише воды, то есть никуда не лезь, никуда не встрягай, просто молчи, знаете, молись о мире во всем мире и никуда не лезь, как бы, знаете, и вот христианство, оно как-то так выставлено таким каким-то, знаете, что ты просто какой-то такой хлюпик, никуда ты не должен влазить, Господь же никуда не влазил, вот должен просто молиться, а если будет обижать кого-то, если будет обижать твою жену, детей, ну, я просто буду молиться Господу, я не имею права там даже поднять руку, но это немножечко звучит как-то не очень, поэтому Бог дал нам право защищаться и защищать, поэтому вот такие моменты, вот, ну что, я вас ободрил? расстроил, Олег, я тебе, я потом тебе позже скажу истину, хорошо, давайте посмотрим в Писании, мы можем много говорить, но давайте посмотрим в Писании, что такое есть библейское Евангелие, знаете, я не против, скажите, я не против финансов, я не против благосостояния, я не против благополучия, извините, я не против там девочек, мальчиков и и и и всему подобное, но это все-таки звучит очень, очень, как бы мотивирующее, вдохновляющее, да, то есть это звучит красиво, но не всегда оно является где-то второстепенным, не всегда библейским, и мы как бы посмотрим, знаете, мне нравилось высказывание одного пастора, который сказал такие слова, что чем ты привлек человека, тем ты должен его и удерживать, вот если ты привлек вот этим, то ты, понятно, да, все, что иногда иногда люди приходят за другими вещами, потом они как-то Господь их касается, но Бог просто смотрит как бы на все это, ладно, уже как бы коснусь, но есть очень красивые, есть очень мотивирующие вещи, но они не совсем библейские, и вот давайте мы просмотрим это Деяние апостолов, 4 глава с 10 стиха, благая весть апостола Петра, не совсем не знающим Бога, это люди знающие Бога, и вот это даже старейшины были, и вот он начинает им такие вещи говорить, помните, когда там, по-моему, получил исцеление, да, там, хромой, я не буду это читать, я читаю дальше, и апостол Петр говорит такие слова, мне просто понравилось, как бы, да, то есть, ну, вообще, я за больше, за, конечно, вдохновляющие, как бы, да, моменты, но с чего он начинает, он говорит, то да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем Ишуа Мессии Назорея, которого вы распили, не совсем, да, в начале звучит, которого вы распили, которого Бог воскресил из мертвых, им поставлен он перед вами здрав, он есть камень пренебреженный вами, зизжающими, но сделавшимся главой угла и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом данного человеком, которым надежало бы нам спастись. И на первый взгляд, как это, ну, покажется, ну, как-то так ужасающе, говорит, вы распили Мессию. Он говорит, ну, ну, вы знаете, ну, ну, пожалуйста, ну, вы не так думаете. Он сказал, вы распили Мессию. И здесь апостол Петр, на мой взгляд, призывает к ответственности коллективной. Конечно, можно сказать, что каждый отвечает за себя, ну, так как-то легче, но есть коллективная ответственность. И он не обратился, он сказал, что вы распили Христа. Это ответственность коллективно, ну, она прописана в Писании. Ну, смотрите, да, вот Адам и Ева согрешили, они только пострадали за этот грех. До сих пор люди страдают, да. Помните, когда Господь послал Иону в Неневию, да, проповедовать, но он решил другими путями, окольными, знаете, такими хамульными путями обойти это все. Иногда бывает, думаешь, ну, может, как-то пронесет или Бог забудет. И когда начался шторм на корабле, да, и все чуть не утнули, извините, пожалуйста, кто был в этом виноват? Господь. Он же послал. Знаете, есть действительно моменты, где, ну, как бы не хочу, ну, есть моменты, где из-за кого-то или что-то страдают другие люди. И это реакция Петра к людям, которые считают, что они все знают, что они правы, они получили глаголы в вечной жизни, им не надо с ней что-то изменить. То есть, ну, они считают, что они как бы правы, все хорошо, вот, были только единицы людей, как Никодим, да, которые ночью приходили, да, Кишова, да, которые хотели взглянуть немножко дальше завесы. Хотя, это завеса уже, когда Ишова воскрес, умер, это завеса разодралась, но не все, не все это видели, может быть, не все этого заметили. И были некоторые люди, которые, помимо всего, это был учитель Израиля, который знал, он хотел что-то больше узнать. Оставляем апостола Петра, перейдем к апостолу Павлу. Итак, благая весть апостола Павла, Равшавуля к общине в Риме. Римская община, она состояла из евреев и неевреев. Вообще, это послание, оно считается самым мощным посланием апостола Павла. Его, как бы, но богословие считают самым мощным, потому что в этом послании решаются очень важные темы, такие, как определить оправдание верой, а не законом, состояние греховности всего человечества, наказания за грех. И там же, мы знаем, решается тоже еврейский вопрос о том, что Господь никуда их не отодвинул и не сдвинул. Если те, кто как бы думает, то есть, тут как бы теория замещения сразу же разбивается в пух и прах. Поэтому, то есть, это послание считается одной из таких, ну, как бы, важных посланий. И вот первое, с чего начинает Рав Шауль? Он начинает, интересный момент, это Римлянам 1, 1, 16, да? Он начинает с того, кто он и в чем он утвержден. Это очень важно. То есть, кто, кто я вообще иногда, да? И в чем он утвержден. И Римлянам с первого стиха, с первой главы 16 стиха. «Ибо я не стыжусь благовествования Мессии, да, Христова, потому что оно и сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, а потом и Елену». После того, как апостол Павел абсолютно был уверен, он был уверен, какую работу может произвести сила Божьего Слова. Не просто что-то там наобещать кому-то, там рассказать, знаете, это как бы неплохо, то есть, ну, есть, есть очень классные мотивационные эти семинары, где людей там можно вдохновить, их можно взбодрить, ты такой уходишь оттуда, такой, знаете, весь прокачанный, думаешь, Господь, знаете, ну да, такие семинары иногда не нужны, знаете, чтобы хоть как-то человека поднять, хоть как-то его, ну, хоть как-то привлечь, да, хоть чем-то, может, его, не знаю, там, что-то заинтересует, не знаю, ну, любое может, может быть, его и в Англии не интересует, но хоть что-то интересует. Я не говорю, что вообще там надо просто идти на улицу, ставить скамейку, подниматься и говорить, так говорит Господь, все вы грешники, грешники, кроме меня, а все вы грешники, я об этом говорю, просто, ну, иногда я просто слышу, как бы, те лозунги, я смотрю, как бы, на своем, как бы, опыте, я так тоже людей привлекал, ну, ну, вы знаете, человек пришел, думает, куда я, тут вроде ты так рассказал, все красиво, думаю, куда я пришел, тут что-то поют, танцуют, не могу вообще, как бы, я понял, что, ну, не тем, как бы, я привлек там, пытался как-то, что-то сделать, и вот, Рав Шавуль, апостол Павел, он абсолютно уверен, кто он, и он абсолютно уверен, что может сделать Слово Божье, ну, если он проповедует Слово Божье, некрасивую какую-то, помните, он говорит, что моя речь, она какая, красивая, да, убедительная, она просто, наоборот, она говорит, неубедительная, хотя я, ну, что вы понимали, я не против, когда красиво рассказывает, но я немножко все-таки о другом хочу, я потом и в конце, потом все-таки чуть-чуть подытожим, я уверен, что вы, возможно, что-то услышите, поймете, и так далее, если не поймете, ну, хотя бы услышите, и это будет хорошо, и он говорит, я уверен, что способна сделать Божье Слово, я просто, я не стыжусь благовествования Христова, которая есть Божья сила, не моя сила, а Божья сила, которая способна изменить вас, и даже вы не можете представить, что Бог может сделать внутри с вами, вы не можете оставить вот это, вот это, но я уверен, потому что Бог меня коснулся, вы знаете, да, от чего Бог избавил апостола Павла, Бог меня изменил, мою жизнь, и я знаю, что такого, как я, который был просто научен и учителями самыми там грамотными, и вообще у меня было убеждение, просто Бог просто сломил меня, и теперь я стою здесь перед вами, я говорю вам Слово Божие, которое изменит вашу жизнь, и сделает большие перемены, Аминь. Я уверен, что если мы начнем так говорить Слово Божье, знаете, какое самое сильное Евангелие, это Евангелие нашей жизни, тут мне постоянно опять кто-то звонит, у меня есть тайные друзья, которые мне, хорошо, знаете, когда ты говоришь, что Бог сделал с твоей жизнью, то реально, это что, серьезно, я говорю, да, серьезно, вот так, у каждого по-разному, вы знаете, есть один проповедник, который только проповедует, как Бог изменил его жизнь, и очень многие, как бы он много, как бы не рассказывает, как Бог изменил, из чего Бог вообще меня, это настолько сильно, как бы действует, поэтому я думаю, может быть, как бы в Писании это не сказано, я уверен, что апостол, кстати, апостол Павел, он сам, помните, он говорил, да, я был изверх, я был самый грешник, но Господь меня просто, я думал, что я там умру и не встану, но Господь такое сделал, изменил мою жизнь, и поэтому я проповедую Божье Слово, я думаю, что если мы будем так говорить Слово Божие, то Бог будет что-то делать, а потом, конечно, говорить, чтобы Господь раздает вам все, все раздает, но сначала вы должны главное узнать, и вы знаете, далее в последующих главах он несет несколько важных истин, то есть тоже римлянам, интересно, римлянам первая глава, я так назвал, люди несут ответ перед Богом, и тут он говорит, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человека в подавляющий истину неправду, он призывает людей, потому что не все люди, они, ну знаете, как бывает, что ты говоришь, а что я сделал, а я неплохой человек, не знаю, вы с таким сталкивались, а я неплохой, ну я никого не убил, я ничего такого, ну вот как тот, который, я ничего как бы не сделал, как бы, но апостол Павел Равшауль, он призывает к ответственности человека, он говорит, что человечество не автономное, мы не создали самих себя, друзья, и не можем жить так, как мы хотим, или как мы думаем, или понимаем, или там планируем, и так далее, не, мы можем, все могу выкрепляющим, но это не совсем правильно, то есть это не то, что Бог запланировал, и не совсем полезно в итоге, хочу сказать, хуже, даже может быть плачевно, вот, но над нами есть Творец, и важно жить по Его воле, и прославлять Его, вот, что Он этим говорит, то есть о том, что, вот, как бы, призывает людей, как бы, к ответственности, о том, что не мы себя создали, но есть Творец, который над всем, есть начальник, который, ну, над начальником, если ты думаешь, что ты начальник, что ты можешь делать, но есть еще выше начальник, как Ешова, помните, Пилат говорит, ну, мне да на власть, как бы тебя, это вот, сейчас сделать с тобой, что хочу, но он говорит, нет, если бы, ну, есть выше законодатель, если бы, Бог бы не дал бы тебе этой власти, но Бог дал тебе эту власть, и, но есть еще выше власть, если люди легкомысленно к этому относятся, зная, что есть Господь, видя Его красоту, все, что Он сделал, и все равно делают выбор, жить автономно, то тогда я хочу зачитать Римлянам 1 глава, 21 стиха, так как, хотя они не знали Бога, и не знали Бога, но не почитали Его как Бога, а, и знали, да, хотя они как и знали Бога, но я же как-то, видите, люблю залом прорабатывать, вот, я иногда сам что-то, я, может быть, не то говорю, поэтому, если что, вы меня исправляете, я разрешаю один раз меня чуть-чуть перебить, то есть они знали Бога, как вы думаете, все люди знают Бога, по большому, не все, да, не все, но если скажешь, ну, ты веришь в Господа, большинство скажет, ну, да, я верю в Господа, что в Господь Он, и, возможно, кто-то видел даже, он знает, что Господь сотворил все, и так далее, но не почитали Его как Бога, то есть не жили по Его воле, и не благодарили Его, вместо этого они предались бесполезным идеям, а их сбивчивые мысли помрачились, я читаю современный перевод, и хотя они сами считали себя умными, они стали глупыми, и променяли славу бессмертного Бога на поклонение идолам, изображающим смертного человека, птиц, животных и змей, и потому Бог покинул их, оставил их во власти грешных плоских желаний, и не препятствовал им бесстыдно осквернять свои тела друг с другом, они променяли правду о Боге на обман, ну, и там дальше я не буду, там дальше описывается, чем они занимались, вы знаете, здесь интересный момент, не Бог их наказал за это, не Бог наказывает людей, а сам человек, написано они сами, сам человек попадает под влияние и власть своих грешных желаний, потому что, ну, к сожалению, есть данность нашей природы изначально, кто-то это сделал, и это коллективно перешло на нас с вами, на всех людей, они сами себя загнали в эти цепи, написано, что Бог просто их оставил, Он не пришел там с мечом, и всех, ну, люди сами дали власть своим греховным желаниям, и вы знаете, вот вы, вот, вот, просто задумайтесь, вот я бывает, знаете, иногда думаю, что если бы вот, просто мы вышли бы из власти Бога, вот знаете, я думаю, это было бы просто, ну, ужасающе, ты просто выходишь, или Господь бы отошел бы, вот, от тебя бы, просто бы оставил бы тебя, вот, с твоим, с твоей плотью греховной, с твоим я, и так далее, и независимо, ну, там, верующие, как бы, или там, не верующих людей, вот просто Господь оставляет человека, и, и что потом произойдет? Ну, будет очень, очень будет плохо. Вы знаете, иногда вот я как бы размышляю, думаю, настолько Бог, Он, настолько вот, мы должны любить Бога, потому что, что такое, что такое Божья защита? Вы знаете, сколько людей, как Сатан, хочет просто уничтожить человека? Он просто хочет его разорвать. Я думаю, что если бы Бог бы оставил бы, каждый из нас был бы порван, разорван и уничтожен. Потому что мы знаем, да, Писание говорит, что есть его цель, единственное, она не меняется, есть единственная цель, украсть, убить и погубить, это цель Сатана. И если бы думал, Боже, если бы Ты, если бы Ты открыл бы просто наши бы духовные глаза, бы показал бы, сколько, возможно, людей хотят нам сделать зло, но не могут, да, или как Он хочет просто поиздеваться над нами, но не может, потому что стоит Господь у дверей наших. И когда мы об этом думаем, Боже, думаю, Боже, какая-то милость, благодать, и вообще, что Господь, Он стоит рядом с нами. Не потому что мы имеем там дальше там небеса и так далее, и тому подобное, там какие-то богатства, там и так далее, то есть это все нормально, это второстепенно, но, Боже, если бы Ты бы оставил любого даже самого, не важно, там апостола, там в седьмой степени, не важно, если бы Бог бы оставил бы, Сатан бы разорвал бы. Другого как бы, но или просто человек бы просто потихоньку бы катился, катился. Помните, мы к этому чуть вернемся, когда Ева и Адам, они не умерли сразу, когда Господь сказал, не ешьте этого плода, потому что вы смертью умрете. Они не умерли, но они уже пошли по этому пути уничтожения. Иногда бывает, просто Бог оставляет человека и смотришь, что человек на стоках находится, просто грешит и никого нет возмездия. и скажу, это страшно, лучше было бы все-таки возмездие. Что думаю, ну, наверное, какой-то ты особенный, ты столько делаешь, ничего тебе не происходит, да нет, это очень страшно. Лучше, чтобы Бог, он что-то сделал сейчас, и ты потом, да, человек потом осознает свою вину и попадет на небо, чем он будет жить шикарно, красиво, и потом пойдет. Какая разница, в каком состоянии человек пойдет в ад? Богатый он, бедный, ну, какое состояние, если он идет в ад, то какая вообще разница, что он заберет, что с собой? Нет, поэтому очень важно. Так вот, Бог не наказывает людей, как мы думаем, что Бог там наказывается, гнев господний сошел, там было такое, что гнев сошел и попалил? Нет, человек сам наказывается, написано, все обольщается своей собственной, да, похотью. Люди, созданные Богом, ему принадлежат, чтобы прославлять и воздавать ему славу. Вторая мысль апостола Павла, человечество восстало против Бога. Корень, мы знаем, что корень проблемы тянется даже еще раньше грехопадения, да, Адама и Евы, а потом уже он добрался до них, да. И знаете, один из главных, главных искусительных грехов является, как вы думаете, какой? Ну, много, конечно, но есть один из главных искусительных грехов, это стать выше над тем, кто выше, выше нас или выше меня. То, что мы видим, да. Дети намереваются стать выше своих родителей, ну, они как бы, мы уже все знаем, кто ты такой, чтобы мне как бы указывать, я уже, ну, я уже, я разбираюсь больше, чем ты, как бы, да, и могут как бы закрывать в рот. Извините, я скажу такое слово, жены становятся выше своих мужей, ну, простите всем, я не хотел никого обидеть, все как бы, ну, подчиненные становятся выше своих начальников, это касается по отношению к духовной власти. Адам и Ева захотели стать на одном уровне с Богом. Знаете, когда мы читаем, как вы думаете, что им не хватало? Вот, ну, скажите, все было, что в них не было? Вот, все было. Птички песни пели, там, да, захотел там, выросл плод, не было дождя, трава, представляете, райский сад, знаете, что-то место находится на земле тоже. То есть, они жили в Адаме, это райский, то есть, ты живешь в раю. Это Божья слава, это, нету этого состояния, там, ты чихнул, кашлянул, или там, что-то тебя кольнуло, заболело, то есть, ты настолько живешь в таком совершенстве, у тебя, в принципе, ну, все есть, свиже по ветря, захотел ты, там, нырнул, покупался, просто благодать. Написано, что слава Божья всегда, как бы, была с ним, это прохлада дня, знаете, такой ветерочек прохладники, вот напоминаю, когда она сильно жарко, сильно жарко, и ты такой идешь, и такая прохлада, как бы, такое чуть ощущение такого рая, вау, классно, да, и все, я в раю, ну, поэтому, ну, у них все было, и вот, думаю, Боже, что им не хватало? пришел змеи, и сказал, вам не хватает еще вот одного, как бы, ну, ну, оно классное, будете как боги, ну, на уровне с богом, о, интересно, но это уже серьезная тема, это уже, иногда, знаете, у людей много, что есть, они многие, чем, чем обладают, но все равно, вот это вот, вот хочется, больше чего-то, да, что-то больше, я не говорю о том, что мы не должны стремиться, знаете, от веры в веру, тут больше говорится о нашей, как бы, духовной жизни, и приобретением, как бы, Господа, не знаете, ну, вот у тебя есть, ну, много чего есть, ты даже не можешь за этим уследить, и исправить, я не буду называть имен и фамилии, я знаю, о ком, ну, вы поняли, о ком еще буду говорить, да, у тебя есть, огромные территории, огромные, ты, ну, то есть, даже не можешь порядок там навести, нет, надо еще, мало, все мало, Каин убил Авеля, из-за того, что Господа, Господь не оценил его дар, да, ну, он подумал, конечно, что он же все-таки главный, он же первый родился, на этот свет, и все идет от того, кто захотел стать выше Бога, или вместо Бога, да, мы знаем, кто это, знаете, в одном месте Писания, просто потрясающее одно место Писания, где Ишуа ставит его на свое место, и говорит, где его место, это просто, я, знаете, давайте я зачитаю, Матфея, 4 глава, 8-10 стих, помните, да, это история, когда Ишуа постился 40 дней, 40 ночей, вот, и потом он взалкал, и тут пришел недруг, и начал с ним разговаривать, ну, как бы, думаю, пожалеть же надо его, предложить ему хлебушка, чтобы он с камней сделал, там, предложить ему богатство и славу, помните, эти разговоры, да, то есть, ну, интересно, я хочу зачитать 4 глава, с 8 стиха, Матфея, и дальше он говорит, и просто здесь потрясающий момент, просто, здесь он не указан в этом переводе, но я зачитаю другое, он опять, опять берет его, дьявол, на весьма высокую гору, и показывает ему все царства мира, и славу их, и говорит ему, все отдам тебе, если пав, поклонишься мне, тогда Ишуа говорит ему, отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу твоему, поклоняйся, и ему одному служи, и вы знаете, что интересно, что на латыни, в старославянской Библии, отойди от меня, сатана, знаете, как звучит, вади ретро, что означает, повернись и следуй за мной, конечно, тут, может быть, звучит как бы крамольно, что значит повернись, что сатана должен покаяться перед Богом, мы знаем, что он, он не может покаяться, хотя некоторые утверждают, что может быть, это тоже как бы, Господь призвал как бы его к покаянию, но здесь не об этом говорится, здесь Ишуа говорит, что не я должен поклониться тебе, и следовать за тобой, а ты должен поклониться падший ангел, который был сотворен, для того, чтобы прославлять Бога, но возгордившийся, упал на землю, и был свергнут, и упал на землю, и ты должен преклониться, и быть мне в подчинении, то есть этими словами, он ставит его на место, кто он, и кто Ишуа, слова как бы, следуй за мной, то есть ты должен иметь свое место, и все, и не более, это много, о чем нам тоже говорит, у нас же живет Ишуа внутри, о чем это говорит нашему разуму, нашему сердцу, и мы знаем, что Писание говорит, что он преклонится перед Ним, написано вообще, не только он, а вообще все преклонится перед Господом, и небесных, земных, и преисподних, и мы знаем, что сатану преклонится уже окончательно, ну там будет еще чуть-чуть, как бы там такой перерывчик, он попытается, ну опять попытается, Господь его опять освободит, там на малое время, ну а потом окончательно, на совсем. Аллилуйя! Время идет, Боже, я хочу побыстрее. И строго говоря, что начало послания апостол Петр и Павел совсем не радостная как бы новость, да, он говорил, совсем не совсем радостная новость. Нет ничего хорошего в том, что я восстал против Бога, ну, и понесу за это наказание, но тем не менее, это важная мысль, так как она служит предпосылкой к радостной вести. Да, и мы знаем, что два великих апостола, евангелисты, которые сами прошли этот нелегкий путь, восстановление, Павел, он гнал церковь, убивал верующих, Петр отрекся, и начинает свое послание не совсем как бы радостно. И знаете, для чего, почему? Я думаю, что пока человек, он не имеет страха перед Богом. Скажу, да, вот наш Рэб, он как бы тоже, помните, говорил, что людям абсолютно, в принципе, ну, все равно. Есть люди, которые делают и даже не боятся этого делать. То есть, если у человека нет страха перед Богом, что придет, ну, наказание, ну, ничего страшного. ну, я не говорю о том, что, ну, Бог, он милый, милостивый, да, и он долготерпеливый, поэтому, ну, земля еще остается землей, и люди на этой земле еще ходят. Но я просто говорю о том, что человек, он делает такие вещи, потому что, ну, если бы был бы страх Божий, он бы этого не делал бы. И когда человек, он не имеет страха перед Богом, о своей греховности, и понимание, что никакими достижениями ему не оправдаться перед ним, ничего не изменится. Ничего абсолютно не изменится. Человек может, ну, как я говорил, да, что я такого сделал? Ничего страшного, как бы, да, то есть мы знаем, что написано одно из важных действий Святого Духа, что он сделает? Обличит мир, да, о грехе. То есть даст это понимание, что, Боже, я не прав перед тобой, независимо, крутая у меня машина, там, или я там зарабатываю, или там, ну, убил я кого-то, не дай Бог, там, не вот, то есть я просто перед тобой, Боже, грешен, я не хочу жить так, как я жил раньше. Вы знаете, когда я пришел к Богу, да, первый раз, вот какое-то вот такое у меня было вот переживание, ну, может быть, там, я там не плакал, не, знаете, там, но такое было переживание, что если я что-то не изменю в своей жизни, вот это вот единственный шанс, когда вот что-то Бог может сделать, возможно, этого шанса не будет. я попал на домашнюю группу, я рассказывал, да, и вот, когда проповедник проповедовал, там, небольшая была домашняя группа, и вот я просто понимал, что, Боже, если сейчас я вот что-то не изменю в своей жизни, то, возможно, не знаю, приду я, не приду, я не знаю, как бы, ну, я понимал, что так, как я жил раньше, я не хочу жить, я просто не хочу, потому что я понимал, что, хотя я думал о себе, как бы, ну, нормально, то есть я пришел в кожаной курточке, там, в темных очках, такой весь, знаете, все так классно, все хорошо, правда, денег было немного, но, как бы, я неплохо, как бы, о себе так думал, как бы, ну, но что-то произошло с моим сердцем. И теперь переходим, да, почему я все это говорю, такие, да, вот, послания такие, да, вы виноваты, ого-го, пока, не, не вы, я не к вам, я, не, я к тем людям, которые, так что все нормально. И мы смотрим, что, да, послание апостола Петра или Павла начинается чуть по-другому, но потом, когда они это говорят, я сейчас, теперь, это, знаете, такая предпосылка, уже к радостной вести. Почему? Потому что, то, что мы говорим, что люди должны все-таки понять или осознать, что, Боже, что я сделал, что я сделал, Господи, прости меня. Вот с этого все начинается, не с другого. Ну, может быть, есть какие-то исключения, но просто я, я просто читаю описание, которое само, как бы, говорит за себя. И вот дальше, после этого, они начинают, говорит о том, что выход он есть. Римлянам, 3 глава, 21 стих, Бог же сказал нам, как Он делает людей праведными перед собой, и это происходит независимо от закона, хотя и закон, и пророки сверстывают об этом. Бог делает людей праведными перед собой, через веру в Ишово-Мессии. Это относится ко всем, кто верует, ибо нет никакого различия между ними, так как все грешны, и потому не допущены в славное присутствие Божие. Но через дар Божьей благодати все люди стали праведны перед Богом, благодаря Ишуа, Ишуа-Мессии, искупившему наши грехи. То есть, теперь он говорит, независимо от того, что вы наделали, натворили, есть благодать Божья, и через дар Божьей благодати все мы праведны, или мы можем быть праведны через Ишуа-Мессию. И интересно, что как бы, потому что когда человеку только говоришь о том, что плохо, плохо, ну иногда бывает детям, да, то есть, ну здесь дети, да, мы говорим там, что-то плохо, 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 они такие все это, но есть выход из этого плохого. А когда ты говоришь только о хорошем, о хорошем, о хорошем, человек даже не осознает вообще, ну вообще все классно, я так и думал, что все хорошо, что для меня, как бы, ну, да, вот, ну, что, ну, я так и знал, что да, Бог, Он любит меня, я в этом уверен, там, раз сигаретку, опа, Бог, конечно, любит меня, и всегда, когда я по утрам остаграмливаюсь, я всегда говорю, Господь, Боже, спасибо тебе за этот плод виноградной лозы, хлоп, вот, я знал сто процентов, Господь меня любит. Сегодня пошел туда, там все получилось, туда пошел, там, как бы, ну, все, благодать на благодать. А в итоге совсем другое получается. Поэтому лучше говорить все-таки, может быть, не совсем, не хочется говорить человеку, да, но надо говорить, чтобы все-таки человек понял, потому что если нету вот этого, с чем сравнить, да, потому что, ну, почему мы приходим к Богу? Ну, в основном, да, есть люди, которые рождаются, возможно, в христианских семьях, это реально благодать на благодать, вот, но каждый знает, от чего меня избавил Господь. Если бы не Бог бы, в тот момент бы, то, Боже, что было бы, что было бы со мной вообще? Поэтому, знаете, когда вот есть все-таки различие, от чего Господь меня избавил, хотя некоторые люди говорят, ну, мне как бы, вот то, что я говорю, да, может быть, ну, не всем хочется что-то менять в своей жизни. Кому-то устраивает, даже, смотришь, люди, которые, думаю, Боже, мы когда проводили служение, кормление голодных, то приходили разные люди, ну, видно, что люди спрашивали, узнавали, ну, есть люди, которые говорят, там, мне как бы все нормально, мне устраивает так. Сегодня вы покормили, у меня уже расписание есть, там, я пойду туда, там, покормят меня, там, то есть трехразовое питание мне обеспечено на день, как бы все как бы нормально. Зайду там в одну будочку, поэта там, найду то, что мне как бы, ну, и так далее. То есть, ну, иногда людям даже в такой ситуации ничего не хочется менять. Поэтому говорить, что Бог изменит твою жизнь, он, да, зачем? Ишуа начинал свое служение слов. Покайтесь, потому что Царство Божие уже приблизилось. Не завтра приблизится, не через год, но он как бы дает, так, сейчас у меня убежало, убежала моя проповедь куда-то, извиняюсь. Он дает еще время, ну, как бы еще, типа, не спешить. Он говорит, ныне, день покаяния, сейчас, сегодня. Ну, так, ну, завтра настанет день и все. Мы же не знаем, что будет завтра. Вы знаете, не знаю, как в вашей жизни, но в моей жизни было такое, что я человека видел сегодня, если разговаривал, а завтра я узнаю, что его уже нет. Думаю, как это? Ну, только сегодня я разговаривал с этим человеком, и потом, ну, Боже, я не сказал ему самое важное. Как бы так разговаривали обо всем, в принципе, там, как дела, там нормально, там, как там вообще зарабатывать. И тут раз человека, как бы, нет. И Шо говорит, что ныне день спасения, ныне день покаяния, и что Бог повелевает всем людям покаяться, это написано в деянии апостолов. Также то же самое он говорил ученикам, проповедуйте Царство Божие о том, что оно приблизилось, и нужно на это серьезно среагировать. Что Царство Божие приблизилось уже, оно не будет завтра, оно уже приблизилось. Часто люди, знаете, иногда люди, может, часто страдают таким состоянием, как синдром отложенности. Ну, как бы на потом. Да ладно, как бы, как бы. Сейчас это, у меня очень много, куча важных дел, как бы, я потом отложу. Знаете, есть такой синдром, да, то есть ты отлаживаешь, но потом, как бы, а потом, может быть, ну, я именно по отношению к изменению, к изменению как бы жизни. Но здесь благая весть, она провозгласилась с Господом еще в книге Берешит после грехопадения. грехопадения. И вы знаете, Господь, Он говорит, что родится тот, кто будет поражать змея в голову, а тот лишь будет жалить его в питу. Далее, говорится, пророки дальше говорят. Вообще, Евангелие по своей сути и природе как бы освещает тему и проблему, проблему, но не приговаривает людей. Но оно провозглашает, что безвыходности от безвыходности, извините за ту футологию, что безвыходности от безвыходности нет, есть выход. И этот выход это искупление. Не мои дела хорошие, сколько я там сделал, перевел, дал денег, построил храм, что-то еще. Это искупление. И вот, если мы смотрим выводы первой части, у меня будет часть вторая, очень маленькая, мы уже подходим, то здесь апостол Павел говорит такие вещи. Кто нас создал и перед кем мы несем ответственность? В чем заключается наша проблема? Каким образом мы попали в беду? Какое решение предлагает Бог? Как я здесь и сейчас могу получить это спасение? Также послание о Царстве Божьем для нас тоже является благой вестью. Мы тоже нуждаемся в благой вести, в Евангелии, скажем так. Может быть, в нашем понимании Царство Божье это какой-то определенный участок земли громадный, где есть постройки царские, и есть правление Царя с определенными законами. как бы, да, в нашем понимании, да, то есть Царство Божье это что-то вот такое. Или что такое Царство Божье? Но в Писании говорится, что Божье Царство где находится? внутри нас. Аминь. Так как-то слабенько, ну, как где-то чуть-чуть там глубоко, как это, я верю в Бога, а Господь так глубоко, глубоко, где-то в сердце, где-то глубоко верю, так, что так глубоко, что иногда не могу никак дотянуться. То есть Царство Божье это благая весть для каждого, оно живет внутри нас. Сейчас поясню более, о чем это здесь говорится. Что это для нас означает, дорогие друзья? Что Царство Божье живет внутри нас. Ну, хорошо живет, ну, и так пусть себе живет, ну, все. Что это означает? Это означает владычество Бога над своим народом. Это означает избавление Его народа. Он говорит нам свое слово, а мы имеем способность его слышать. Все ли люди имеют способность Бога слышать? Не, ну, может, Господь уже так трясет, понятно, что как бы внешне иногда, но иногда человек, не думаю, что это прям Бог так делает. То есть, мы имеем способность слышать его голос. Это настолько просто потрясающе. Мы имеем огромную привилегию иметь с ним разговор, разговаривать с ним. Мы можем приходить к нему в любом состоянии, и в этом состоянии он принимает нас. или скажут, нет, ты чуть-чуть запачкался, иди там, помойся, потом прийди. В любом состоянии, если мы приходим к нему, он принимает нас. Мне очень нравится история о женщине, да, самарянке, у колодца. Вы знаете, я скажу, это верующая женщина. Не знаю, что она была как бы неверующая, да, потому что в разговоре с Ишова, то есть, самаряне, да, то есть, мы знаем, что у нас были там по политическим у них были конфликты, то есть, это смешанные, как бы, да, ну, евреи, когда там было изгнание, еще-то в книге, как бы, Даниила описывается. Вот, и, конечно же, у них там был храм, они поклонялись на горе, вот, и в разговоре, помните, когда он с ней разговаривал, он говорит, мы знаем, что должен прийти Мессия, не то, что она была вообще, как бы, далекая, то, что, конечно, в ее жизни не все было хорошо, ну, ну, бывает так, ну, мы же не знаем ее жизнь, с чем она вообще столкнулась, и какие ситуации были в его жизни, и вы знаете, интересно, что он, вот, разговаривает, что мы, мы ожидаем Мессию, и вот, Господь, Он пришел к ней, и я думаю, что Он пришел к ней, потому что есть та женщина, которая, ну, как бы, ожидала, Бога, может быть, она думала, думаю, Боже, ну, классно было бы, чтобы вот ты пришел бы, я бы с тобой поговорил, и вот можно сказать, что и Он пришел к ней, и она тоже к нему обратилась, такая, какая она есть, со всеми своими потрохами, это просто потрясающая история, и мы знаем, что в этой беседе, ну, Господь просто изменил жизнь, она стала великой проповедницей, там, рассказывала, что Господь, Он знает обо мне все, и зная обо мне все, Он сказал, что Он все равно меня любит, и так далее, то есть это благая вещь для ее жизни, мы имеем вечную защиту, я уже как бы завершаю, можно тут чуть-чуть поиграть, я говорю о Царстве Божьем, которое живет внутри нас, что это означает? Что Царство Божие, оно живет внутри меня, не просто какой-то, знаете, ну, придаток, знаете, как бывает, да, там в телефоне есть какие-то там, ну, придатки, там, приложения, то есть, что означает Царство Божие живет внутри меня? Мы имеем вечную защиту, обещание, что никто не похитит нас из его руки, обещание, что он никогда от нас не откажется. Ишуа, помните, когда его пригласили проповедовать в синагогу, уже после того, как он прошел, сказал сатане, кто он есть, это интересно, что он цитирует пророка Исаию, да, то есть, ну, я Луки почитаю, 4 глава 18 стиха, он говорит, Дух Господень во мне, Дух Господень во мне, Бог призвал меня, чтобы благовествовать нищим, Он послал меня объявить свободу пленным, то есть, юбилейный год, который, да, уже настал в каком-то смысле, объявить свободу пленным, возвратить зрение слепым, отпустить измученных на свободу. В этих стихах Он говорит, провозглашает такие вещи, Он говорит, что избавление Его народа, моего народа, у вас с нами, оно уже началось. Избавление моего народа, то есть, и вас, потому что мы часть, Его народа, и часть Его Царства, и мы Его народ. Говорит, ребята, избавление уже началось, и оно будет продолжаться еще с большей силой. И как вы думаете, кто будет его продолжать? Конечно же, наверное, играющий на гитаре. Продолжение началось, и оно будет продолжаться еще с большей силой. Но есть те, кто будет его продолжать. Я хочу вас ободрить, это мы с вами. Господь сказал нам, что если у вас есть Божие Царство, внутри оно у вас живет, тогда кто вы? И что мы можем не своей силой, но силой, силой Божьей. Он это сказал, что если Божие Царство внутри вас, помните, одна история была, когда он изгонял бесов, и там пришли одни людишки, и давай его там упрекать в чем-то, и он говорит, но если вы говорите, что я Словом Божиим изгоняю бесов, то дошло до вас Царство Небесное. Царство Божие внутри нас, это, конечно же, Его забота, Его обеспечение, Его защита, но тем не менее, Он уполномачивает нас духовной властью, над нечистой силой, и об этом предписании. И в этом тоже заключается благая весть для каждого из нас. О том, что мы уже живем в Нем и являемся распространителями этого Царства силы победы. Благая весть заключается в том, что Бог хочет показать нам свое невероятное расположение. Он хочет наполнить нашу жизнь, твою и мою жизнь новым вином. Для тех, кто любитель, да, о, вот это классно, многие об этом вине я имеют, многие даже это, вот, глаза я шучу. Готовы ли мы избавиться от старых михов? Сможем ли мы взглянуть дальше за завесу и увидеть новые горизонты? Евангелие заключается в том, что Божие лицо будет всегда обращено к нам, независимо от того, что я сделал, где я был и сколько ошибок совершил. Евангелие это провозглашение того, что Ишуа, распитый, и воскресший, Мессия, есть истинный и единственный Господин всего мира и то, что перед Ним склонится всякое колено земных, небесных и исполнях. Аллилуйя. Вот это есть Евангелие, благая весть, часть для тех, кто не знает и для нас с вами. О том, что Ишуа есть Господин всего мира и то, что перед Ним склонится всякое колено, и то, что мы должны говорить, кто живет во мне и говорить тому, кто оказывает у нас давление, где его место. Конечно, мы не должны грешить, потому что Ишуа говорит, что тот, кто хранит себя в чистоте и лукавок не прикасается, говорит, блаженны вы, если вы будете страдать за Слово Божие, но не из-за того, что что-то вы не то сделали. Поэтому, друзья, мое послание, провозглашайте Божье Царство внутри вас, поэтому провозглашайте, кто есть Господь и что Он сделал. Давайте мы помолимся. Божий Святый, Аллилуйя, Аллилуйя, мы благодарим Тебя за Твою милость, мы благодарим Тебя за Твою власть, мы благодарим Тебя за то, что за ту благую весть, радостную весть. Может быть, порой, кажется, для кого-то она не совсем радостная, но есть посыл того, что есть выход, о том, что от безысходности есть выход. И выход это искупление, выход это Ишуа, выход это Ишуа, который потом способен дать мне все необходимое для жизни и благочестия, и иметь эту полноту, эту радость. И самое важное, Божие, то, что мое имя и наши имена они записаны в книге жизни. Вот это есть главное. Не главное, что я имею. Да, это важно. Мы живем на земле, и мы где-то нам легче что-то видеть или потрогать. И мы имеем то, что ты нам дал, но самое важное, самое главное это наши имена, которые записаны в книге жизни. Боже, мы благодарим тебя. Мы благодарим тебя, что мы являемся посланниками твоей благовести, твоего царства, которое живет внутри нас. Я молю тебя, чтобы каждый из нас сегодня он больше и больше осознал, что такое царство, уже внутри меня. О том, что я имею, чем я обладаю. Боже, я молю тебя, чтобы это царство, оно действительно расширялось в нас, и чтобы оно распространялось через нас. Потому что, как апостол Павел Равшиуль говорит, то, что мои слова не убедены, но явления силы и духа. И то, что я не не стыжусь благовествования Христова, пишу вам и сеть, потому что она и сила Божия ко спасению Божьей, во-первых, иудею, и потом не-иудею, Боже, ко спасению еврею, не-еврею, Боже, ко спасению людей, но имеет огромную силу изменить, потому что оно изменило мою жизнь. Боже, не дай нам быть светом и говорить об этом. Я молю тебя во имя Иши, но пусть твоя смелость, вдохновение, понимание, осознание того, кто мы есть для тобой, что все эти проблемы, все эти обстоятельства, они ничто, подвижение с тем, что я имею внутри, что я уже живу внутри, в этом царстве. Это и есть благая весть для меня, для каждого, кто здесь и для всему миру. Боже, мы просто дякуем и Тебе. Мы дякуем и Тебе за цей час. Мы дякуем и Тебе за Твою просунку, за Твою просунку, за Твою просунку исти Твоего святого. Субтитры создавал DimaTorzok